Лавочки во дворе подождут. С программой 50+. Отчего мы раздражительны часто и отчего постоянно уставшие? Ну, естественно, от того, что работая много, ответит большинство на этот вопрос. У врача высшей категории Романа Сунцова другое мнение. Все живые существа на планете, они двигаются. Человек практически единственное существо, которое исходно задуман как двигающееся. Сейчас человек, царь всего мира, может сидеть за компьютером. В результате снижения активности приводит к появлению различных заболеваний. У нас рабочий день заключается в том, что мы действительно сидим и чувствуем себя уставшими. Соответственно, ничего делать больше не хочется. Причем, чем старше человек, тем опаснее для него пассивный образ жизни, уверен врач. Какие проблемы могут быть у людей, которым за 50? Самая основная проблема – это нарушение кровоснабжения. Развиваются различные нарушения, связанные с атеросклерозом, то есть образованием бляшек, либо какие-то возрастные изменения, которые нарушают кровоснабжение различных органов. Но есть верный способ улучшить самочувствие и привести организм в норму, несмотря на возраст, говорит Роман Сунцов. Когда человек приходит к врачу, первые строчки чаще всего при практически любом заболевании человеку пишут смена образа жизни. Банально больше ходить. Человек начинает больше ходить, улучшается кровоснабжение во всех органах и тканях. Это приводит к тому, что человек начинает себя лучше чувствовать уже просто от того, что он ходит. Спорт – это тот инструмент, которым мы можем улучшить кровоснабжение без препаратов, без каких-либо хирургических вмешательств в любом органе. Это может быть как сердечно-сосудистая система, легкий головной мозг и заканчивая даже половой сферой. Занятия физкультурой дисциплинируют, проясняют ум, снимают нервное возбуждение, напряженность и агрессию, которая вместе с адреналином выходит из организма. Дают уверенность в своих силах, что важно в борьбе с любым заболеванием. Сюда же можно отнести и повышенное артериальное давление. Из-за сидячего образа жизни проблемы с ним начинают появляться даже у 30-летних. Основная причина повышения артериального давления – это нарушение тонуса сосудов. Сосуды, в общем-то, получаются нетренированные. В связи с тем, что сосуды нетренированные, эластичность их нарушается, что делает спорт? Он тренирует как сердечно-сосудистую систему, то есть само сердце, так и сосуды. При занятии спортом, при снижении веса мы можем добиться достаточно выраженных результатов по нормализации артериального давления под контролем грамотного инструктора с осмотром предварительным врачей. Можно добиться того, чтобы снизить препараты, которые человек принимает для лечения сердечно-сосудистой системы. Полезнее всего для снижения давления, по словам Сунцова, легкие нагрузки, например, ходьба или плавание. Для себя оптимальным упражнением он считает отжимания, а вот штанги тягать не надо, эту ситуацию может только усугубить. А еще важно питаться правильно, больше общаться и в хорошем настроении пребывать. Этому спорт как раз и способствует. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50 плюс